вы заметили что канал очень подрос нас больше тридцати тысяч ребята я хочу гостям зашедшим на канал показать какая я была 140 веса посмотрите это теле пузик это не достать ни впереди ни сзади это не шнурки не обуться у меня была такая длинная но ложка либо меня бывал ребенок мой и я сейчас вам покажу фотографию вот она это последняя фотография это . невозврата у меня есть видео волшебный пендаль вот его откройте и послушайте как я разнесла себя и вот вот эта фотография это стали люди замечать что что-то произошло вот эта фотография на новый год то есть я уже стала человеческие формы какие-то принимать и ребята процесс пошел он шел медленно я четыре года сбавляла вес 58 килограмм и четыре года я его вот в такой форме я его поддерживаю посмотрите посмотрите на вот говорят что почему в полный рост не снимаетесь но у меня нет оператора вот я вам тут и в полный рост и всяко разно так что гостям зашедшим на канал я хочу смысл вам донести я не показываю волшебные средства я просто настраиваю как толстый бывший человек и бывший слова боюсь этого просто хочу взбодрить вас все придет и сытость слова и понятие что порция большая и научитесь вы и без калорий без счета посмотрите вот эта последняя фотография в прошедшем отпуске в сентябре посмотрите это совсем другой человек совершенно другой и мысли другие думаешь ты уже а еде просто как о топливе и не боишься ты ничего но расслабляться нельзя девчонки нельзя это все на всю жизнь что волосы ты лечишь что ты вес гоняешь только бросил все заново посыпалась заново вес набирается но посреди на эту кубышку вот вам предыстория для гостей зашедших на канал и для новых подписчиков какая я была и какая стала сейчас всем привет вы на канале всего понемногу из германии едем с вами гулять а потом когда я приеду будем варить грибной суп очень вкусный очень простой потому как на обед у меня практически всегда если я только в гостях я не выделываюсь а если я дома то у меня суп в обед форма одежды спортивная рюкзак на плечах мусор выкинуть бутылки сдать тут ребята все попутно по ходу вальса но не могла вам не снять ну как мимо такой красоты можно пройти на таких флажочках это ценник посмотрите вот на дачу высадить клумба около подъезда или около своего дома или на балконе в горшок вот такое вот можно купить в любом цветочном магазине вот 350 этот красота это стоит но я думаю что девчонкам тоже интересно канал называется не снижение веса всего понемногу поэтому я экономлю готовлю с путешествую и снимаю всего понемногу верба пожалуйста за 390 и снимаю себе на память вот она его пожалуйста в стекле снимаю и тружусь для вас чтоб вам было интересно а мне ребята на память пройдет много лет я открою канал и буду смотреть какая была где я была что я готовила как рассказывала при какой память я снимаю это для себя а если кому то не нравится вы откроете свой канал и снимайте то что считаете нужным это я без обид я имею ввиду чтоб вы не обижались это я говорю тем кто старается меня укусить подколоть я вас прошу не тратьте пожалуйста свое время на такие комментарии мне они совершенно не не интересны понимаете меня не пробьешь я рада безумно хорошим комментариям на канале домашняя обстановка вот я тысячу раз уже повторяю я как будто пришла домой одела домашние тапки села около камина и слушаю греюсь наслаждаюсь вашими комментариями всем огромное спасибо вы просто меня вот знаете такую энергию мне даете вы мне толкаете нет люда не бросай снимай что-то снимать девчонки ждут вот такое у меня внутри но у нас грибной суп на обед суп и готовлю на бульоне но этот суп задом наперед то есть начинаю с зажарки одну большую луковицу порежьте вот у меня 125 грамм грибной суп люблю с гречкой 100 грамм гречки здесь у меня одна морковь 156 грамм натрем на терке и и сухие грибы не взвесила но вот они вымокли уже промыла я хорошо 160 грамм все делается быстро кастрюльку на плиту для сливочного вкуса возьмем топленое масло 15 грамм лук обжариваем до золотистого цвета морковь и добавляем на тертую на терке пеклиный суп я тоже так готовлю только я сначала вот раскаленная кастрюля я туда кидаю кусочек бекона кусочек вот копченого чего-то маленький для запаха только ну все чтоб не сгорело в эту солнечную массу добавляем грибы обжариваем протушиваем все добавляем гречку суп будет вкуснейший аромат стоит от грибов ребята у меня есть вот адельгейская соль воды добавляю столько но вот по густоте смотрю жидкие супы не люблю и не варю от этой жижи ты быстро захочешь кушать поэтому суп густой добавляю зелени побольше можно в тарелку добавить когда будете кушать можно сразу в кастрюлю кинуть нет у меня сливок я добавляю 30 грамм сыра он растопится сейчас супе и буду с йогуртом три с половиной процента кушать ну вот и финал суп отличный ароматный 400 грамм три с половиной у меня йогурт поэтому кинула сыр сливок нет остатки супа переливаю маленькую кастрюлю и убираю в холодильник на завтра на обед опа на девчонки а сегодня этот же суп превратился совершенно в другой суп я же варю густые супы но естественно чтобы он как каша-малаша не был я сюда добавила сегодня пол стаканчика молока и добавила ну как обычно три с половиной йогурт и посмотрите совершенно другие краски у супа ну и вкус естественно другой красота а вкусный какой он вот такой вот весенний шикарный сытный суп и заметьте не очень калорийный он у меня картошки здесь нет зато 20 грамм сыра здесь да теперь уже молочко я добавила йогурт вот так и спасаемся рыжаная булка и хлебец у меня два раза в неделю тогда я беру авокадо мякоть достаю вилкой разминаю добавляю нут и получается такой вкусный паштет либо просто долечками режу укладываю на хлебец и с удовольствием ем авокадо очень полезная вещь и сытная вот будете смеяться но я раньше вообще не понимала как можно восторгаться кашей тыквенной с пшеном ой или там тыква печеная или суп из тыквы ой ребята я сейчас так люблю тыкву это что-то слава богу что круглый год она продается в магазине тыква но в турецком можно купить даже они ее разрезают ну просто кусочек вот на один раз приготовить теперь частенько готовлю кашему завтрак вот 300 у меня тыквы и 50 грамм пшена немного подпекаем тыкву добавляем пшено и воды наливаю ну чтобы скрыла всю эту кашу маласу добавляю масло не соленое сливочное 15 грамм вода выкипят и просто пусть стоит на плите каша настаивается а просто можно без пшена сделать очень даже вкусно и тыквенный суп вот я вам не договорила я его пюрирую и такой прям как крем-суп получается вкуснятина не бойтесь специй я не я не соглашусь с тем что не надо специи чтобы не вызывать аппетит ну а зачем кушать безвкусное чтобы лишний раз себя загонять что ты такой несчастный что ты ешь вот это вот все безвкусная без никакое нет я не соглашусь специи везде у меня не забывайте про листовую зелень везде прям старайтесь салатик какой-то добавить я имею ввиду как везде ну завтрак и ужин вот такой мишу ну то есть смесь вот уже готовая там все вся капуста в этой смеси волшебная ветерка мое типа скажет она затем йогуртом замахала а это оплан и капуста там капуста это королева снижения веса ребята хоть куда ее хотите сырую хотите жареную хотите пельмешки хотите в вареники и и затолкайте просто пожарьте просто сырую я не на тысячу вариантов из одной капусты вреда ноль а одна польза еще и вкус по рассол че какой вкусный но рассолом не увлекайтесь это соль она нам лишняя тоже не нужна я так ложечку одну снижаю вес бюджетно поэтому окорочка у меня в большей части в готовке вот косточку вырезали это осталось мякоть хотите на гуляш хотите на фарш шкуру убрали перекрутили до фанатизма все жирки я не убираю из костей шикарный бульон то есть бульон тоже вот видите ну вот эту мякоть можно перекрутить можно просто порезать на гуляш капуста везде вот я вам квашеную показала из этой стушите голубцы сварите я не знаю можно просто стык из капусты поняли да кружок этот большой сверху этот же окорочок и в духовку тоже очень вкусно натушили перец болгарский моркови побольше лука побольше томат туда тушеная капуста вареники можете возьмите цельнозерновую муку и вареники с капустой сделайте но брокколи соглашусь девчонками немножко привкус такой специфический но изредка но хотя бы раз там в две недели делайте тоже выручает брокколи чеснока отдали туда специй три минуты отварили и все готово к печенке к легкому к мясу просто без ничего соусом на завтрак можно на ужин вообще красота но как я вам обычно говорю отпустите в эту ситуацию не думайте только о еде и что вы будете кушать вот сижу на остановке смотрите какие цвета в одежде перемотайте немножко черный синий серый олива я не знаю серый это очень редко если яркий это еще реже это вообще единичные случаи мрачно да согласитесь мальчик наверно самый яркий из тех кто прошел но не надо портить себе этим настроение одевайтесь ярко пусть в душе и в голове горит солнце постоянно вернее светит до пасмурно постоянно бессельдорфе я не знаю вот это для нас это прям такая нормальная погода я еду в одну контору мне надо отвезти письма у нас здесь если ты инвалид и не работаешь или просто не работаешь то вот письма постоянно идут с одной конторы в другую перевези отнеси но я не знаю вот живем на оптимизме сразу спортом бардак вышел из дома не знаешь куда ты попадешь все опаздывает задерживается так что ребята вот такая она жизнь ну а я желаю всем хорошего настроения если вы внутри хорошо настроены заряжены то и болезни мне кажется переносится легче либо прилипают реже все таки внутренний настой настой настрой играет большую роль но все всем хороших выходных и всего всего самого-самого доброго вы были на канале всего понемногу из германии люблю вас по-человече всем пока пока